В рамках проекта «Историческая память» Моя книга, которую я написал с моим старшим сыном Валерием Владимировичем Велетиновым, посвящена созданию ракетных войск. Здесь пишется о моей жизни. Наверное, ее нужно почитать. Эту книгу на прилавках не найти. Автор писал ее не для продажи. Он подарил свое сочинение боевым товарищам и родственникам, раздал его по школам и музеям. Как признается ветеран, подарил всем, кто на сердце лег. Сегодня праздник посвящен испытанию первой атомной бомбы в Советском Союзе РДС-1, которая поставила на место американцев, ямок наших. И я считаю, что это заслуга наших фронтовиков, которых сегодня мы также чествовали. 70 лет назад на военном полигоне в Семипалатинске прошли испытания первой атомной бомбы. Воспоминания участников тех событий живы до сих пор. На встрече они рассказали, как происходило становление ядерной истории. Все началось с того, что американцы взорвали атомную бомбу. Время было тяжелое, послевоенное. Вы сами понимали, страна была разрушена. И создать ядерную бомбу было экономически очень тяжело. Несмотря на все трудности, решение о создании ядерной бомбы было принято. В итоге ядерщики сделали несколько атомных бомб. Их испытания начались в 1949 году и продолжились вплоть до 89-го. В 91-м полигон закрыли. Был на встрече и кинооператор, который снимал первые испытания. Работали только офицеры. И мы могли это видеть. Июль месяц, 62-й год, шли усиленные испытания ядерного оружия и в воздухе, и в космосе. Пытались там и на земле, естественно, на Семипалатинском полигоне. Так что мне тоже довелось прикоснуться к этому делу. Я видел это своими глазами, снимал это, и воздушно-ядерный взрыв. Всех присутствующих наградили памятными юбилейными медалями. В числе приглашенных были также ветераны Великой Отечественной войны, освободители Крыма. Они тоже рассказали свои истории и получили почетные награды. Для ветеранов это очень важно. Чтобы их встретили, чтобы услышали их рассказы, их истории. Чтобы они между собой с друг с другом пообщались, выпили рюмочку чая, послушали песни, послушали рассказы. Ну и поделились наболевшим, что сейчас между ними происходит. На встречу с ветеранами-ядерщиками пришли также и представители общественной палаты. Люди разных поколений общались и дружно пели. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова